Всем привет! Это FreeStudio21.com. На очереди 239-е упражнение Галицинского, 7-е издание. Раскройте скобки употребляя глаголы в Past Simple или Past Perfect. Итак, Past Simple у меня будет красный, красный, а Past Perfect пусть будет у меня зелёный. Напоминаем, что Past Perfect это действие, которое было раньше любого другого действия в прошлом. А Past Simple это действие в прошлом, скажем так. Итак, поехали. Tom returned from the cinema at 5 o'clock. Tom returned from the cinema at 5 o'clock. Здесь у нас явный Past Simple по той причине, что у нас никакого другого действия здесь нет. Returned. Смело пишем Returned. Едем дальше. Следующее. Следующее у меня Tom returned from the cinema by 5 o'clock. Ага. Вот здесь у меня уже не всё так просто. У меня стоит слово by. И когда у меня подобная картина, знайте, что это, это самый, что ни на есть Past Perfect. Именно так он себя ведёт. То есть до того, как пробило 5 часов, Tom вернулся из кино. Поэтому здесь had, Tom, had returned. Had returned. Далее. I finished my homework at 7 o'clock. Здесь опять просто время указано действие. At 7 o'clock в 7 часов. I finished. Я пишу finished. Закончила своё домашнее задание. Далее. I had finished my homework by 7 o'clock. Опять всё то же самое. До 7 часов. То есть у меня было действие. Оно продолжалось до какого-то периода. Потом настало 5 часов. 5 часов вот здесь вот где-то. И вот здесь. У меня до этого момента, вот здесь у меня действие оборвалось. Поэтому я ставлю Past Perfect. I had finished my homework и всё такое. He thought that he had lost the money. Здесь интересная ситуация. Он думал, что потерял деньги. Деньги он потерял, скорее всего, до того, как начал об этом думать. Поэтому первое действие у меня явный Past Simple. He sought. He sought. Синк неправильный глагол, поэтому sought. А здесь у меня Past Perfect. Had lost. Had lost the money. Далее. Ann told me that she had seen an interesting film. Ann сказала мне, что видела интересный фильм. Ann сказала, она видела фильм до того, как она мне это сказала. Поэтому здесь she had seen. А здесь у меня будет обычное told. Told. She told me. Едем дальше. Номер седьмой. When I came home, mother had already cooked dinner. Ну, здесь явный намёк на Past Perfect. Здесь already стоит. Поэтому я смело здесь ставлю had already cooked. Had already cooked. А здесь у меня came. Came. Когда я пришла домой. Далее. When father returned from work, we had already done our homework. Здесь вся та же самая история. Returned. Здесь обычный Past Simple. Returned. Это действие было немножко позже. А до того, как он пришёл, мы уже сделали домашнее задание. We had already done. We had already done our homework. When the teacher entered the classroom, the pupils had already opened their books. Опять же ситуация. Pupils had already opened. Opened. А teacher у нас entered. Всё то же самое. Дети открыли книги до того, как учительница вошла в комнату. Далее. Десятое. Kate gave me the book which she had bought the day before. Kate дала мне книгу, которую она купила за день до того. Она купила явно раньше. Поэтому здесь у меня будет Kate gave me. Gave me. Здесь обычное прошедшее время. А здесь у меня будет Past Perfect. She had bought. She had bought. Далее. Nick showed the teacher the picture which he had drawn. Здесь у нас, кстати, спорная ситуация. С одной стороны, если бы я это говорила в нормальной ситуации, я бы здесь поставила showed. Прошедшее время. И здесь бы тоже поставила прошедшее время. Почему? Здесь нет акцента на то, что это было раньше. Но, тем не менее, это всё-таки было раньше. Ник нарисовал картину до того, как показывал её учителю. Поэтому здесь я возьму на себя смелость и поставлю he had drawn. Далее. Мальчик дал козлам траву, которую он собрал в поле. Или принёс с поля. Поэтому здесь у меня будет обычный Past Simple. The boy gave. А здесь у меня будет Past Perfect. Had brought. Ибо он принёс её раньше, чем дал. Возможно, даже раньше намного. Мама увидела, что Ник не помыл руки. Опять же ситуация, когда она увидела это, а он не помыл руки до того, как она увидела. Поэтому здесь я тоже ставлю Past Perfect. Had not seen. Ой, had not washed. Прошу прощения. Had not washed. Далее. The teacher understood that Lena hadn't done her homework. Здесь у нас опять ситуация, когда, в принципе, можно сказать, что и то, и другое в Past Simple. The teacher understood that Lena didn't do her homework. И это будет правильно. С другой стороны, правильно будет так же. The teacher understood that Lena hadn't done her homework. И то, и другое. Если вы поставите, это будет правильно. Здесь явно не продусмотрели контекст. Поэтому я, конечно, здесь поставлю так, как надо. Но имейте в виду, что не будет ошибкой, если вы здесь поставите didn't do вместо hadn't done. Это не есть ошибка. Hadn't done. Далее. I knew that my friend had not come yet. Но здесь явный Past Perfect. Had not come yet. Здесь стоит слово, характерное для перфекта. Yet. Поэтому здесь просится он. Ну, а здесь I knew. I knew. Едем дальше. Спускаемся ниже. When I woke up yesterday, father had already gone to work. Здесь опять же явный Past Perfect. When I woke up. А здесь had already gone. Had already gone. Далее Nixon. That his father hadn't come home yet. Hadn't. Hadn't. Come. Come home yet. Yet будет ставить в самом конце. Это все убираем. А здесь у меня будет thought. Nick thought. Thought. Далее. Mary told us that she had cooked a good dinner. Mary сказала нам, что она приготовила хороший обед. Здесь опять неявная ситуация. Здесь можно сказать и Past Simple, Past Simple. И Past Simple, Past Perfect. И то, и другое будет правильно. Told us that she cooked. Я для разнообразия здесь поставлю прошедшее время обычное. Yesterday I found that the book which I had lost in summer. Вчера я нашла книгу, которую я потеряла летом. Здесь явный намек на то, что я потеряла ее раньше. Поэтому found. И had lost. Had lost. Здесь, несомненно, Past Perfect. Далее. When we came to the station, the train had already left. Когда мы приехали на вокзал, поезд уже уехал. И здесь had already left. А здесь у нас обычное came. Дело в том, что я, честно говоря, не имею ответника под рукой, поэтому я не знаю, что и как в ответнике выглядит, но я могу сказать точно, что в некоторых предложениях вместо Past Perfect можно спокойно поставить Past Simple. И это не будет ошибкой. Особенно, если у вас нет явно выраженного контекста. Контекста нет. Здесь не делается акцента на то, что одно было раньше другое. Такое в шестом предложении. Такое в пятом предложении. Дальше. Такое точно у меня. Десятое у меня тут все нормально. Одиннадцатое тоже. Можно понимать двояко. Можно здесь Past Simple было поставить. Это абсолютно не было бы проблемой. В двенадцатом тоже, в принципе, можно Past Simple было поставить. Здесь нет уточнений никаких по времени. Далее. В тринадцатом та же самая история. В четырнадцатом та же самая история. Если вы здесь поставите Past Simple, от этого особо ничего не изменится. В пятнадцатом явные слова спутники Perfect. Поэтому здесь просто просится поставить Perfect. Ну и дальше. В восемнадцатом тоже я даже явно поставила Past Simple. Потому что никаких намеков на Perfect нет. Но если вы поставите Past Perfect, это не будет ошибкой, это не будет грехом и так далее и тому подобное. Поэтому, если у вас нет контекста, можете спокойно Past Perfect заменять на Past Simple. Но Галицинский есть Галицинский. У него предложения достаточно типовые иногда. А иногда просто нет явного контекста. И поэтому непонятно, что же, собственно, хотели нам, от нас вообще хотят. Как бы то ни было, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.